Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Пара из Вашингтона долго не могла зачать ребенка, но после прохождения курса лечения и процедуры ЭКО, сделать это все же удалось. После рождения сына родители решили сделать малышу ДНК-тест и оказалось, что отцовской ДНК у новорожденного всего 10%. Пара подумала, что клиника использовала для оплодотворения биоматериала другого мужчины и наняла адвоката, чтобы разобраться в ситуации. Однако все оказалось гораздо сложнее. Адвокат провел консультацию с генетиком из Стэнфордского университета. Ученый посоветовал паре сделать генетический тест компании 23ендом, который позволяет получить более подробную информацию об отцовстве. Родители сделали этот тест, но когда пришли его результаты, они были шокированы. Оказалось, что отец на самом деле является дядей своему ребенку. Но как так могло произойти, ведь у мужчины не было братьев? Когда отец прошел дополнительное обследование, оказалось, что примерно 10% ДНК в его семенной жидкости принадлежит его нерожденному близнецу. Такая патология случается очень редко и называется синдромом иссязающего близнеца. При ней во время многоплодной беременности один из близнецов умирает и его поглощает организм брата. В этом случае отец поглотил часть клеток своего близнеца еще в утробе матери, фактически став химерой, генетической смесью себя и своего брата. ДНК предыдущего ребенка этого мужчины совпадало с его собственной, а вот второй малыш родился уже от дяди. Обычно у химер присутствуют клетки двух плодов сразу, но до сих пор не было описано ни одного случая, когда среди них были бы жизнеспособные гометы. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.